Все ищут счастья. Все хотят счастья. Даже грабитель банка делает это, потому что верит, что результаты принесут ему счастье. Люди женятся, люди разводятся, заводят детей, находят какую-то работу, веря, что это принесет им счастье. По мере того, как мы проживаем при вратности судьбы, мы убеждаемся в том, что все это приносит лишь частичное счастье. Все, что вы делаете в этом мире, подчиняется закону изменений. Мудрый человек начинает видеть это в раннем возрасте и не гоняется за мирскими вещами. Он пытается понять себя или свое истинное «я». Кто я? Почему я родился? Что является целью жизни? Когда вы начинаете задумываться над этими вещами, внутренний гуру, истинный «я» даст вам толчок, и вы обнаружите, что идете по духовному пути. Вы полностью полагаетесь на Вселенную. Вы больше не смотрите на мир ради вашего добра, потому что вы начинаете понимать, что счастье, которое вы искали, уже является вами. И тогда поиск начинается по-настоящему. Йоги, молитвы, медитации – это способ прийти к реальности. Но способ понять истинное «я» заключается в самоисследовании, атма-вечарь. Если вам повезло, вы начинаете с вершины духовного поиска, осознав, что есть лишь то, что всегда было. Есть только чистая разумность, абсолютное осознавание. Все, что я вижу, все, что я наблюдаю, есть истинный «я». Что-то говорит вам, что вся Вселенная исходит из вашего собственного ума. Когда вы спите, мир исчезает. Когда вам снятся сны, мир исчезает. Когда вы пробуждаетесь, вы оказываетесь в этом мире, но состояние сновидений глубокого сна исчезли. Вы начинаете интересоваться этим. Вы говорите «я спал, я видел сны, теперь я проснулся». Однако интересно отметить, что «я» всегда присутствовала. «Я» присутствовала, когда вы спали, когда вы видели сны и теперь, когда вы проснулись. Кто это «я» и откуда оно появилось? Кто является свидетелем, который называется «я»? Когда вы искренне начинаете искать эту истину, вас приведет к мастеру, к мудрецу, который объяснит вам, что личное «я» – это только мысль или представление. Это называется «я-мысль». Она нереальна. Это мысль. Я-мысль, как кажется, возникает из реальности и идет в мозг. Как только «я» отождествляется с мозгом, вы начинаете говорить «я». Я-то и я-это. Когда вы формируете «я», мир, вселенная становятся реальными. Это появилось из вас. Все, вся вселенная появилась из вашего ума. Вы создали это. И оно кажется реальным. Поэтому мудрец объяснит вам, что ваша работа в том, чтобы отслеживать «я-мысль» обратно в сердце. Когда «я-мысль» вернется в сердечный центр, вы станете освобожденными. Под освобождением имеется в виду, что вы будете видеть себя как сознание, а весь мир как наложение на ваше истинное «я». Тогда вы начнете понимать, что человеческое счастье возникает в результате того, что ум или «я-мысль» выходит наружу, создавая все эти иллюзии мира. Все в этом мире приходящее. Все подвержено закону изменений. Поэтому оно не может быть реальным. Реальное должно быть постоянно. И это находится внутри вас. Итак, вы ищете метод, чтобы отслеживать «я» обратно до источника. И вам дается такой метод. Держаться за «я», пребывать в «я», отслеживать «я» обратно до духовного сердца. Когда вы это делаете, то исследуете, кто «я», кому пришло «я», что является источником «я». Когда вам в голову приходят мысли, вы просто исследуете, кому пришли эти мысли, кто занимается мышлением «я». Хорошо, кто «я». Когда вы начинаете практиковать этот процесс, вы начинаете знать, что «я» есть – это действительно сознание, которое содержит себя в себе. Это абсолютная реальность. Проходят месяцы, возможно, годы. Вы не стремитесь к результатам. Вы продолжаете свою практику. Вы не реагируете на обстоятельства. Ваше человеческое начинает таять. Вы продолжаете отождествляться с истинным «я» при всех обстоятельствах. Наступит такой день, когда вы перестанете быть личностью. Вы станете тем, что искали. И жизнь будет для вас простой. Вы больше не боретесь и не воюете за выживание. От вас уходят все страхи. Вы обнаружили, что вы не тело и ум, что вы не деятель. Все это было преданно истинному «я». Вы стали свободными, абсолютным блаженством. Вы понимаете, что все хорошо и все разворачивается так, как должно. Вы никогда не рождались. Никогда не наступит такое время, когда вы умрете. Вам больше не нужно чем-то владеть. Вам больше не нужно иметь что-то в своей собственности. Однако вы принимаете участие во всех добрых делах этого мира. Вы становитесь довольными, радостными. Вы не можете это объяснить. Вы не можете поделиться этим. Но те, кто попадают в ваше присутствие, ощущают милость, которая есть всегда. Однако вы ничего не делаете. Никого не остается, чтобы что-то делать. Вы вышли за пределы «я». Индивидуальности нет. Все время есть совершенный покой. Вечное, без изменений. Чистое счастье. Пробудитесь к своему истинному «я». Чем вы занимаетесь большую часть своего времени? Вы становитесь тем, что делаете. Если вы проводите свое время, исследуя, кто «я», откуда появляется «я», однажды вы пробудитесь. Если вы проводите свое время в отношениях с миром, реагируя на обстоятельства, с умом, переполненным страхом, суевериями, предубеждениями, чепухой, то будете продолжать в таком духе, пока не составитесь и не покинете тело. Вы будете находиться в иллюзии кармы и перевоплощения. Вы будете брать одно тело за другим, пока не откажетесь от представления, что вы есть тело. Станьте свободными прямо сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова